Маша, отвечу на твой комментарий. Ты говоришь, если бы моего сына или дочку мою обо мне так думали. Ты знаешь, есть разные реальности. Вот ты, допустим, проживаешь в той реальности, где тобой управляют страхи. Тобой управляет всё. Вот тобой над тобой все имеют власть. Ты такая вот, такая маленькая такая пташечка. И всего боишься. Потому что у тебя там вера есть. Вера в объективную реальность. Что такое вера в объективную реальность? Можешь прогуглить это. Это когда ты веришь, что всё от тебя отделённое. Есть, допустим, Бог от тебя отделённый. Есть люди от тебя отдельные. Есть события от тебя отдельные. А ты вот такая одинокая и уязвимая в этом мире. И тебе всего надо от всего бороться, оберегаться, защищаться, выживать. Вот из этой веры в объективную реальность у тебя рождается желание защищаться, оберегаться и бояться всего. Вот. Это правда существует. На самом деле, кто бы что-то тебе не сказал, у тебя сразу там возникает или обида, или страх. И так далее, и так далее. Ты вот здесь уязвимая. Ты здесь своей реальностью не управляешь. У тебя здесь страх на страхе сидит. И страхом погоняет, понимаешь? И все люди, вот живущие в трёхмерной реальности, это страх. Вот это такой глобальный страх. Но есть другая реальность. Про что говорил Иисус Христос? Он звал, вот именно людей говорил. Пойдёмте за мной, и я вам покажу новую жизнь в любви, радости, счастье. И где вами никто не управляет. Вы выйдете в жизнь вечную. Вот он говорил, и в Библии, кстати, это написано. Вот. Дословно не объясняй, просто примерно словами. И вот теперь смотри. Есть другая реальность, где ты принимаешь причину во мне. Причина во мне. Я ответственность беру за все события, которые происходят в моём мире. В моём мире. Вот это по-другому. Вот это ты, например, да? Это я уж показываю просто. Давай вот ложка. Вот ложка, да? Голова вот. А это твой мир. Представляешь? И ты со своим миром везде ходишь. Иногда мы соприкасаемся с другим. Тоже ложкой, тоже вот колпак. И мы иногда соприкасаемся, понимаешь? Вот это твой мир. И, понимаешь, причина во мне – это когда ты берёшь ответственность за свой мир. За все события, которые в твоём мире происходят. Ты центр, ты сила, ты источник своего мира. Если ты умрёшь, допустим, и твой мир умрёт, уйдёт. Я тебе о чём говорю? Что вот здесь, в новом, где ты причину принимаешь ответственность за свой мир, ну, ты же представляешь, что ты становишься творцом своей реальности, своего мира. Ну, как ты можешь бояться чего-то? Кто тобой может управлять? Ты сама управляешь своим миром, потому что ответственность берёшь. Ты такую веру выбираешь. Причина во мне. Вот когда причину во мне ответственность берёшь за всё, принимаешь, признаешь, что это всё исполнено твои желания, о которых ты вообще не знаешь, откуда эти желания рождаются. Ты признаёшь и принимаешь, что да, это мои желания, только они неосознанные. Они вот из каких-то программ воспроизводятся. Я пока не вижу. Я как проект просто сотворяю свой мир и не понимаю, как я сотворяю. И ты начинаешь вот здесь разбираться. Вот здесь ты скинул ответственность на всё, вот здесь ты жертва, а здесь ты принимаешь причину и говоришь, так, я хочу познать, кто я, для чего я, как я сотворяю свой мир, из каких желаний это сотворяется. И ты начинаешь искать, изучать, познавать, вспоминать вот здесь. Вот ты здесь управляешь этой реальностью. Вот здесь не управляешь. Вот здесь управляешь, а вот здесь нет. Вот здесь всего боишься, вот здесь тебе страх, Да такой с ней убивает тебе страх, и страхи твои исполняются. Если ты боишься, у тебя оно исполнится. Поверь мне, смотри статистику, всегда страхи исполняются. Вот здесь ты управляешь этими страхами, ты можешь взять причину вами и сказать, так, для чего я этого хочу? Так, я хочу познать, что там, какая программа это сотворяет, из чего это сотворяет, мне это интересно. И ты начинаешь вопрос на себя задавать. Ну, это изучать эту тему, это техника, это технология, это тема, понимаешь? И про это Сергей Далматов говорит. Он как вдохновитель, он рассказывает про новую жизнь, в которой ты можешь попробовать пожить. Из-за интереса, из-за интереса этой игры. Вот здесь ты уже побыла, здесь в страхах живешь, ты не знаешь, что с этим делать, а вот здесь ты можешь попробовать. А попробуй-ка, дай-ка я вышивну в эту новую жизнь. Вот, и на своем канале мы про это рассказываем. Можешь в ютуб-канале найти Сергея Далматова, Елена Алтынникова, пожалуйста, слушай. Если что-то не понимаешь, вопросы просто задавай. Я тебе просто рассказываю, как мы к этому вышли, как у нас это случается, как у нас происходят эти чудеса, как мы в этом живем. И насчет правды, вот, понимаешь, научиться говорить правду, потому что без этого не получится. Но не получится, пока ты правду не научишься говорить, признаваться. Ты можешь это миру не говорить, ты можешь его на бумажке выписывать, ну ты себя признаваться. Самое-самое главное себе не врать внутрь себя. Не врать, научиться. Просить Бога, Господи, научи меня правду говорить. Научи мне признаваться. Научи мне видеть. Научи мне видеть свое исполненное желание. Вот такие молитвы. Так что давай, люблю. Если интересно, давай вопросы давай. Хорошо? Хорошо. Хорошо.